МИ на месте и новейший ударный вертолет скоро поступят в армию. Источник изображения, фото, РИА новости, Владимир Остапкович. Российские военно-космические силы получат до конца нынешнего года первую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Машины используют для переучивания пилотов. Успешно испытанный в Сирии Ми-28НМ считается сегодня самой совершенной разработкой, аналогов которой в мире нет. Российские военно-космические силы получат до конца нынешнего года первую партию новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Машины используют для переучивания пилотов. Успешно испытанный в Сирии Ми-28НМ считается сегодня самой совершенной разработкой, аналогов которой в мире нет. По плану поставки комплектующих для Ми-28НМ, есть в распоряжении известий, 6 вертолетов будут готовы в нынешнем году, еще 12 встанут в строй в 2021-м. Первые ночные суперохотники поступят в 344-й центр боевой подготовки и переучивания летного состава, сообщили источники известий в военном ведомстве. Там новинку будут осваивать пилоты, которым предстоит летать на Ми-28НМ в своих частях, затем на эту технику начнут перевооружать боевые полки. Бронирован и опасен. Формально новая машина считается модернизацией Ми-28Н. Но разработчики внесли столько изменений, что получился совершенно новый ночной суперохотник, превосходящий предыдущий по всем параметрам. Так, у данной модели более мощные двигатели и система управления. Кроме того, вертолет обеспечивает безопасность экипажа на очень высоком уровне, аналогов которой в мире просто нет. Кабина и жизненно важные узлы закрыты броней, способны выдержать попадание крупнокалиберных пуль. Система предупреждения об огне ПЗРК может засечь выпущенную ракету, проанализировать ее траекторию и дать рекомендации пилоту. УК. Ланиться или отстрелить тепловые ловушки. А лазерная станция по давлению увести в сторону управляемой ракеты. Благодаря системе амортизации в шасси и креслах пилотов экипаж может остаться невредимым даже при падении машины с нескольких десятков метров. А на большой высоте в аварийной ситуации покинут кабину и приземлиться с парашютом. Для этого есть система отстрела боковых дверей. Одно из главных новшеств в Ми-28НМ надтулочная радиолокационная станция. Ее антенна приемно-передающая часть расположена над несущим винтом и закрыта специальным обтекателем в виде шара. Это позволяет получать изображение местности, скрываясь в неровностях рельефа и оставаясь незаметным для вражеских радиолокаторов. Прицельно-навигационный комплекс полностью переработан и дает возможность использовать дальнобойные противотанковые управляемые ракеты «Хризантема ВМ». Новая аппаратура связи позволяет экипажу управлять беспилотниками. Планируется также оснащение машины новейшими ПТРК «Гермес А» и «Б» припасами с лазерным наведением. Быстродействие бортовой электроники повышено в десятки раз. Вертолет весь локализован, включая двигатели ВК-2500. Обновлен также бортовой комплекс самообороны, защищающий его от зенитных ракет. Ми-28НМ получил двойное управление, что позволяет эффективно готовить пилотов и избавляет от необходимости закупать для тренировок специализированную учебно-боевую модификацию Ми-28УП. С опережением графика. В ближайшие годы ночным суперохотникам предстоит заменить в парке армейской авиации ударные Ми-24, которые отслужили свой срок, полагает бывший командующий 4-й армии ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко. Ми-28 относится к следующему поколению вертолетов. Это более совершенная машина, рассказал эксперт известия. О ее модификации рассчитаны на применение в разных условиях. Ми-28НМ прекрасно подходит для выполнения боевых задач, в том числе и в ночное время. Предстоящие насыщения войск вертолетами, способными работать в темное время суток, напрямую связаны с особенностями локальных конфликтов последних лет, добавил Валерий Горбенко. Как правило, днем боевики прячутся, а активные перемещения начинают после захода солнца. Впервые Ми-28НМ поднялся в воздух в 2016 году. То, что он уже сейчас запущен в серию, означает, что разработчики провели большой объем работ в очень интенсивном темпе, сообщил известием заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маляков. На отработку каждой системы самолета или вертолета отводится определенное количество полетов, и оно немалое, отметил специалист. Такая машина очень нужна в войсках, учитывая, какая военно-политическая обстановка складывается сейчас в мире. Поэтому конструкторов серьезно поджимали сроки. Ранее известия сообщали, что в 2019 году Ми-28НМ задействовали в боевых условиях в Сирии в горной и пустынной местности. После чего было признано, что вертолет сдал экзамен на профессиональную пригодность и может поступать в войска. До 2028 года планируется произвести и направить в армию 100 ночных суперохотников. Об этом в мае прошлого года президент Владимир Путин заявил на совещании по военному развитию и исполнению Гособоронзаказа. Право на данный материал принадлежат известиям. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.